Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня, на мой взгляд, очень интересная тема. Тема касается статодинамики. И не просто статодинамики, а почему статодинамика не срабатывает на многих атлетах, людях, посещающих тренажерные залы, а на некоторых срабатывает. Это не говорит о том, друзья, что кому-то эта методика подходит, кому-то не подходит. У кого-то больше гликолитических мышечных волокон, мышцы у кого-то меньше, у кого-то больше окислительных, у кого-то меньше. Так оно и есть в композиции тела. Но, поверьте, если вы грамотно будете тренировать ваши мышцы, работая в статодинамике, они будут прогрессировать. И в росте массы, и в росте силы, и в росте выносливости. Многие люди рассуждают о гипертрофии, не понимая вообще по сути, что там может гипертрофироваться, и за счет чего может увеличиваться мышца. Если разобраться, то по науке может тренироваться, и мы можем воздействовать либо на миофибрилы, либо на митохондрии. И логически понимается, что мы можем с вами прогрессировать, как в одном, так и во втором случае. Просто нужно уметь грамотно тренироваться, концентрироваться. Почему я говорю с такой уверенностью? Потому что и я лично, и очень много моих учеников, людей, которые смотрят мои видео, и 344 человека, которые являются членами моей закрытой группы, платной группы, нет среди них ни одного недовольного. На всех срабатывает. А сейчас я тренирую еще одного парнишку, натурала, который категорически не хочет принимать стероиды, участвует в Мэнс Физик, живет он в Европе. Я попрошу его, он сделает видео. Мы с ним работаем всего второй месяц. И что вы думаете, когда я подсадил его на статодинамику, неделю он тренируется классически, неделю он работает над окислительными мышечными волокнами. Он спрогрессировал. Спрогрессировал и очень хорошо. Я не буду сейчас на этом останавливаться подробно, потому что он обещал снять видео. Я думаю, он расскажет сам и лучше, и подробнее, нагляднее. О чем хочу сказать? Ведь большинство людей любит качаться именно в качковском режиме, скажем так, в пампинге. Несмотря на то, что есть сторонники многоповторки, есть сторонники работы с тяжелыми весами, с менее большим количеством повторений. Но на самом деле уже никто не спорит с тем, что определяющим фактором является все-таки нахождение мышцы под нагрузкой. От этого и нужно плясать. И если посмотреть глубоко в корень, то мы видим, что статодинамика в принципе мало чем отличается от пампинга. Если вы посмотрите, как тренируется большинство современных профессионалов, вы заметите, что они работают в ограниченном участке амплитуды, работают с относительно небольшими весами, но не с маленькими. Это примерно, наверное, 70-75%. И очень хорошо растут. При этом ребята очень сильные. Так что, друзья, основная ошибка тех, кто говорит, что статодинамика не работает, это первое, неумение грамотно подойти именно к тренировке окислительного мышечного волокна. А второе и самое большое заблуждение, это то, что люди переходят на статодинамику или подобный тренинг без периодизации. То есть убирают свои обычные тренировки и несколько месяцев работают в статодинамическом режиме. Я уверен, что в этом основная проблема, основная ошибка. А как нужно делать правильно, спросите вы. На мой взгляд, друзья, и это работает, это подтверждается уже не раз практически, нужно делать периодизацию. Периодизацию следующим образом. Неделю вы работаете в обычном, привычном для вас режиме, неделю вы практикуете статодинамику. Неделю снова работаете в обычном для вас режиме, либо, что еще лучше, тренируете силовые показатели, и снова статодинамика. Вот у вас есть три таких тренировки. Но обратите внимание, что статодинамика повторяется неделя через неделю. А тренинг на гипертрофию мышц и на увеличение силовых показателей чередуется. Получается, неделя через две. Вот это, на мой взгляд, самый продвинутый, современный подход к тренингу, особенно для натурального атлета, который будет вас развивать максимально широко. И как сейчас любят говорить, функционально. Потому что нет ни одного вида тренинга, который можно назвать функциональным. Ни одного. Люди просто не понимают, обзывая что-то функционалом. Ведь у нас есть с вами пять физических качеств. Кто не знает какие, погуглите. И вы увидите, что каждая из этих физических качеств развивается, воспитывается, если хотите, педагогическим языком совершенно по-разному. И человек, который тренирует только некоторое количество из этих пяти качеств, не может быть, не может читаться, не может развиваться функционально на все 100%. Просто не нужно путать понятия, подменять понятия, как это часто бывает. И не нужно грешить на то, что малоповторка не работает, на то, что не работает статодинамика, либо на то, что не работает силовой тренинг. Друзья, работает все. Абсолютно все. И в идеале это все работает вкупе. Понимаете? Когда вы все эти тренинги объединяете и выполняете их в режиме циклирования, в режиме периодизации, вариативность тренинга. Для чего это нужно? Во-первых, и самое главное, это сохраняет здоровье, улучшает здоровье. Это не перегружает ни одну из систем нашего организма. Видите, я не выделяю сейчас центральную нервную систему или эндокринную, потому что существует много различных точек зрения по этому вопросу. И многие из моих друзей или недругов из науки не согласны со мной, что центральная нервная система может утомляться от физической нагрузки. Я этим категорически не согласен. Поэтому здесь говорю именно об организме в целом. И, что самое главное, вы не теряете интерес к тренингу. Даже вот я сейчас занимался уже 30 лет без перерывов, без пропусков. Естественно, если бы я занимался однотипно, я бы уже просто выдохся. И выдохся бы не физически, а ментально, психологически. Но, когда я периодизирую свой тренинг, я каждую тренировку, каждую новую тренировку жду. И даже, может быть, жду ее больше, чем тогда, в 20 лет, когда я только начинал серьезно тренироваться, подходя к тренингу с точки зрения реального прогресса. Ведь что может быть лучше? Что может быть давать лучший, больший эффект, чем работа над силовыми показателями, чем тренинг над всеми типами мышечного волокна? Да, ничего. Я не знаю больше ни одного подхода. И, поверьте, друзья, не важно, работаете вы натурально или вы сидите на фармакологии. А если вы тренируетесь натурально, то для вас это имеет первостепенное значение. Не забывайте, что эндокринная система это сложная система. Если центральную нервную систему можно сравнить с телефонией, когда, к примеру, я звоню кому-то из своих друзей или друг мне звонит, получается такая односторонняя связь, двухсторонняя связь, но по одному волокну. А что такое эндокринная система? Эндокринную систему можно сравнивать с радиовещанием. Когда одна точка вещает, послышат все. И нельзя ни в коем случае перегружать эндокринную систему ничем, в том числе однотипным тренингом. Это просто будет вас убивать, будет убивать вас и с точки зрения прогресса, и с точки зрения здоровья ничего хорошего не даст. Отсюда и растут ноги у таких симптомов, как синдром хронической усталости, перетренированность. Все, все это берет начало в первую очередь именно от эндокринных систем и от центральной нервной системы. Об этом всегда, друзья, практикуйте это, попробуйте тренировать окислительные мышечные волокна. Я специально сейчас снимаю очередную серию видео уроков об этом, хотя у меня целый плейлист есть на все типы мышечного волокна. Правда, он был снят года три назад, поэтому обновляю. Люди не любят искать, смотреть старые видео, всегда хочется видеть что-то новое. И вы видите, что я придерживаюсь этого. Я не просто так говорю, я сам это практикую. И стоит мне только иногда увлечься каким-то одним видом нагрузки, поверьте, я это сразу чувствую на своем организме. Частенько бывает, что входишь в перетренированность. Но если я максимально придерживаюсь того, что пропагандирую, то я не испытываю никаких проблем. Ни в прогрессе, ни в росте. И, кстати, начинал я эту систему больше, чем 4 года назад. Потом уже просто узнал о Силуянове и о его подходе. Увидел, какие ошибки я делаю. Увидел, что я на правильном пути. Что не может не радовать меня. Но что самое главное, тогда я тренировался натурально, потому что только переехал в Штат, и не было ни связи, ничего. Сами понимаете, опасно было где-то что-то у кого-то брать. И с другом, с американским, с одним познакомился. Мы тренировались. Тренировались на тураху, и он, и я прогрессировали. Причем он очень сильно удивлялся такому подходу. И мы тогда тренировались в голджиме. Многие на нас смотрели как на дураков. И сейчас многие так смотрят. Но мне все равно, кто как на меня смотрит, кто что обо мне думает. Главное, я знаю, кто я есть, что я из себя представляю. И какая разница, кто как на вас смотрит, если вы прогрессируете, если вы получаете удовольствие от тренинга, от жизни, если вы знаете, что вы стоите на правильном пути. Так что, друзья, спасибо, что смотрите. Делитесь обязательно своими мыслями и этим роликом со своими друзьями. Обязательно нажимайте на колокольчик. Все блогеры говорят, что это нужно делать, потому что сейчас YouTube изменил оповещение вас о новых видеороликах. И вы просто не видите большинство роликов моих или кого-либо другого, на кого подписаны, даже если. Если не нажмете на колокольчик. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, что понравилось, что не понравилось. Это помогает развиваться каналу. Это помогает мне видеть, какие темы вам нравятся, какие не нравятся, какие ошибки совершаю я. Единственная просьба без мата, конструктивно, что не нравится, с чем вы не согласны. Может быть, даже обсудим это в очередном видео. И, конечно же, друзья, делитесь, делитесь роликами в соцсетях, потому что это лучшая благодарность вам к каналу. Нет лучшей благодарности, чем поделиться данным роликом, естественно, поставив еще лайк. Подписывайтесь на инстаграм, там тоже много интересного. Не забывайте о группах ВКонтакте. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека, и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите, важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лбом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы и сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги, их вышло уже две, отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг Факт Фитнес, почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу, взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого и дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok